Жуткие дела. Семья погибла в провалившемся под лёд автомобиле в Приморском крае. Двое взрослых, трое детей. В Петербурге пьяная фотомодель избила свою бабушку. Таксист выманил у двоих волгоградцев полмиллиона. И в Москве из машины каршеринга украли руль. Кто-то доехал и руль унёс. Но это Россия. Такие вещи в России невыгодны. Недаром все велосипеды разобрали. Пензенского школьника заподозрили в подготовке к расстрелу одноклассников. То есть те люди, которые сажали сеть, теперь придумали 16-летнего школьника, который хотел расстрелять одноклассников. Обратите внимание, это одни и те же ГБшники, которые вот такой хернёй занимаются и вешают себе звёзды на погоны и так далее. То есть приготовление к террористическому акту возбудили дело. Я так понимаю, вину он не признаёт. Нифига себе. Сейчас они с ним поработают, он будет признавать. Москвич убил в подъезде 50-летнего сына ударом по голове. Это уже новая информация. Или это старая, или это ДПСник. Но здесь нет, что это ДПСник. То есть это значит ещё. И там это было отчего. А здесь каждый день такие новости. Детей убивают. Россиянин убил соседа по общежитию из-за ботинок. Это же понятно, что это не бомжи. Да, понятно, что это люди, которые более обеспечены. Хотя про обеспеченность ещё говорить, когда люди живут в общежитии. И по одному 67 лет, а по другому 51. Да, они при этом живут в общежитии. Конечно, это нищие люди. И такая психология жуткая. Осталась психология нищих. Ребёнка ударил током в торговом центре Москвы. В Дагестане 6 человек отравились газом. Классика вообще. То есть вот газом травятся. По всей России умирают. Взрываются и так далее. Никто не хочет вообще заниматься никаким газовым оборудованием. Всем всё пофигу. Все хотят газовики эти денег. Просто тупо денег. И авария на подводном продуктопроводе Сибур-Тюмень-Газ. Ну, в общем-то, это пожары и прочее-прочее. То есть на реке Обь. Это то, о чём мы говорили. Что вся эта нефтегазовая система. И все, в общем, те путинские структуры, которые они сейчас откачивают в свою пользу, они будут рушиться, взрываться, ломаться. Почему? Потому что никто ничего не делает. Никому ничего не надо, кроме денег. Здесь и сейчас так они, в общем-то, рассуждают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.